Привет, любимые, меня зовут Денис Косяков, и сейчас я буду отвечать на... Разбирается, по нему видно, что он сам как крипта, блин, ходит. Назовите хотя... Сосок, блядь, вылез, сука. Сухуяне. С российского телевидения. Лихуяне. Я понял. А, это не школьный вопрос. Назовите хотя бы одну программу с российского телевидения, которая не заимствована с запада. А, я думаю, джунгли зовут или что-то типа того. Супонев очень много своих шоу придумывал. А такие есть вообще в российском шоу? Их всего... Ну, блядь, за это не забанят. В бизнесе? Ну, это точно не Поле Чудес, 100%. Нет, Поле Чудес стырено с американского, это, Wheel of Fortune, даже суды были. Она такая, да, типа, да, смотрела в Wheel of Fortune, она вообще... КВН? Что, где, когда? Все, этого хватает, да, только одному. Легко. Эти передачи... Что, где, когда? Да. ЧГК, Серьез, вот это странно. Может, Ару назовешь? Ты уже как бы надала ответ, ну мало ли. Ну, не пусть говорят. Но ведь, блядь, куча была шоу в Америке. Может быть, они просто были спишены с ЧГК? Нет. Да я слышно, что ли, киски? А-а-а, на какую букву начинать? Связано с юмором. Э-э, КВН. Да, да. Это тоже авторская передача, нигде нет. КВН, да, это факт. Как расшифровывается аббревиатура ЦСКА? Э-э-э... Чё, блядь, как оно расшифровывается как-то? Красная Армия, да, наверное, КА. Красная Армия. Союз Красной Армии, блядь. Центральный Союз Красной Армии. Я хуй знаю. Вот, кстати, я за коней болею. Там много красивых просто мужчин, поэтому я за коней. Центральный... Так, Центральный, первая буква, правильно. Я первое слово правильно, да, сказал? Центральный, спортивный... Да, КА. Клуб. Да. А? Охуйенных. Да, мне нравится, что человек пишет, что все, блядь, знают, кто все. Правильно, блядь. Центральный спортивный клуб армии. А чё я правильно сказал? Я сказал армии, да, правильно? И Центральный я сказал правильно. И чё-то ещё, можешь, какое-то ещё слово угадал? А, точно, армейцы. Армии, да. Передаю привет... А почему кони тогда? ...василию березутскому и его брату. Они такие плейбои, секси вообще. Если они... Блин, всё, устарел. А, аутосизм. Супермена. Он уже в пролёте. Я понял, хорошо. Назовите земное имя Супермена. Кларкент. А Супермен-то не земное... Это не земное создание? Пиздец, это тоже для меня... Неожиданный поворот. Супермен тоже моя тема, он красивый мужчина. А как его зовут-то? Дэвид. А почему Дэвид? Ну да, реально Дэвид. Смотришь на его лицо, вот эту вот штучку у него, да? Дэвид. Трусы поверх штанов. Трусы вообще секс. Кларкент. Кто сыграл роль человека, страдающего аутизмом в американском фильме «Человек дождя»? Не смотрел. Они ещё поехали в Лас-Вегас, и он карты считал при помощи своей болезни. Он типа такой гений был. Ты не смотрел «Человек дождя»? Нет. Дайсон Хоффман. Да. Пока легко. Я бы даже если увидел фотку, я бы не назвал его. Но мне не нравится, что он круз, он мелкий какой-то. Что из этого не входит в олимпийскую программу? Шахматы, скорее всего. Кёрлинг. Так, я ничего не слышал. Что из этого? Настольный теннис. Да ты заебал. Шахматы. Шахматы. Правильно. Назовите три любых способа плавания. Брас, баттерфляй и звёздочка. А ты умеешь плавать вообще? Ну я умею, у меня сиськи всегда как бы... Это буйок, типа? Буйок. Это первый стиль плавания. Буйок. Это тема большая грудь. Второй способ. Брас. Есть такой. Да, да. Ну вот, шахматы. Кроль, брас, баттерфляй. Да, у меня прям они даже и написаны. Чё так легко-то? Под каким номером играл Майкл Джордан? А, может быть, он когда прыгает, логотип... Хотя логотип вообще, ну, 7, может быть, что-то типа того, блядь. Типа потому, что когда он прыгает, это логотип. Ну, хуй знаю. Я загуглю. Это же известная фигня. А, я должен это знать. Тринадцать. Очень близко. Одну цифру угадала. Четырнадцать. Не, одну цифру угадала. Так он, блядь, по-разному, блядь. Так он в разных футбол... А, не, ну, многого 23, а еще девятка есть. Двадцать семь? Нет. Тридцать три. И теперь туда-назад. Двадцать. Да! Я умная. Я многоходовочка. Нет, я не помню. Ну, это сложный вопрос, типа, я вообще не буду за баскетболом. Думал, да нет, 23 это фильм с Джон Керри, не может быть 23, значит, какой-то другой. Ну, 27. Черт. Продолжите название фильма «Общество мертвых...» Писателей? Блин. Мертвых собак? Поэт. Блядь. Какой порядковый номер был у главного героя игры Hitman? Седьмой, это-то изи. Ты в игры играешь? В игры, да, с мужчинами, психологические разные люди. Да пошла нахуй с шлюшками вот этими приколами. Ну, ставить свои правила, по которым он должен играть. А Hitman это что? Ну, такой наебный убийца. Знаешь такого рэпера АК? С 47? Да. 47. Да. Все сама. Мне нравится, как он для нее подводит к ответу, блядь. Знаешь, с какими-то маргинальными, тупыми, блядь, ассоциациями. Это радует. Ну, я не знаю, это АК-47. Я просто видела где-то написано на заборе. На заборе, да. Я такую херню не слушаю. А что ты слушаешь? Это там шансон «Золотые купола». Это шансон. Как называется игрушка «Виртуальный домашний питомец»? Аватар? Чё, блядь? Вот раньше все ходили. А, блядь, тамагочи. Все, в школе имитатор. Так и нахуй не такую картинку показывают. Вот раньше все ходили. Ну, аватар, типа, ну, аватар, ну, блядь, в играх, допустим. Понимаешь? Типа, допустим, с собакой такой-то аватар. Ну, вообще, когда в школе учились. Валый имитатор. Махатер, окей, все, сделаем. Тамагочи? Да. Чё так легко-то все? Для детей. Если бы картинки не было, я бы ответил, сука. И в этой схватке снова победил Денис. Что ж, в сухую. А, еще школьные вопросы. Денис Косяков против Олеси Малибу. Ответы на школьные вопросы. Привет, любимые. С вами Денис Косяков. Вопросы. Пи***. Это было недавно. Да ты заебала. Да, на. Я же гуманитарик. Сема. Сука, вжар. Хит. Менный. Скучный. Стран. Показать тонкий. Да хватит. Всякое бывает. Только вас. Какую часть часа составляет 20 минут? Одну третью, типа? Треть? Ну, если было 15 минут, это была бы четвертая часть. Четверть часа. А если мы говорим 20 минут, то это чуть больше. Четыре и... Одна десятая. Сколько раз мы должны взять 20, чтобы получить 60? У тебя есть... 3,7. Сколько? 3,5. Треть. 20 минут, это одна третья часа. 20. 20, это 40. Еще 20, это 60. Сколько будет 7 в кубе? Бля, ну типа она реально одноклеточная или она троллит, или она тупит, или она волнуется, или она реально одноклеточная нахуй? 20, это 40. Еще 20, это 60. Сколько будет 7 в кубе? Вот это сложно, блядь. Я прочитал в чате, но я сам посчитал. Сейчас скажу. Сразу. 271. Но тут можно калькулятором, серьезно. 21. 343. Ну я посчитал. 343. Черт. А на что же надо было умножать? 7 на 7, 49. Куб, квадрат, какая разница? Одна и та же квадратная фигура вот эта, но только... Тот объемный, как мои сиськи, да? А тот плоский, как доска, у сиськи у Дениса Косякова. Вот и все. Блядь, просто пизда. Просто пизда. Шлюха ты ведешь. Если ты шлюха, если нет, то уважаемый человек. Ты ведешь. Я просто надеюсь. Блядь, ебать, сука, в голос. Какая птица не имеет крыльев? А киви? У птицы? Да, да, да. Единственное, птица... У меня даже крылья есть. Да, да. У пингвина есть. У петуха есть. Птица без крыльев. Птица без крыльев. В калибре. Это же крылья, да? Это крылья. Да. Есть такой фрукт с таким же названием, как эта птица. Это пригалываешь. Грейпфрут, гранат, апельсин, мандарин, яблоко, фейхуя, авокадо. Че? У нее руки, что ли, у птицы? Ну, таких же тоже нет. Лучше бы они все студии просто переебали, и все, и было бы нормально. Чего? Снаружи коричневая? Да, такое, как будто еще с мехом таким. Пизда. Да, махнатенький. Птица, которая просто ходит. Киви, что ли? Правильно. Киви? Да. Да, и птица киви тоже. А, это, ты сказал, панкомат, оплата, киви, там, счет. А, в таком углу решила зайти, хорошо. Назовите примерное количество мышц в теле человека. О, нихуя себе. Типа, я могу посчитать. Допустим, если вот это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать. Это уже сразу умножаем на два. Сто двадцать. Я знаю, сколько костей. Хорошо. Сколько? В человеческом организме 215 костей, я сломал тебе всего одну. Откуда это? Не знаю. Терминатор 2. Классику надо знать. О, точно. Это знать надо, блядь. 150. Если 200... Блядь, я тоже 150 сказал, сука, мне стыдно. 12 костей. Или сколько я сказал? На каждое там какое-то количество мышц, допустим, по четыре, прикинь. 120, слава богу. 500. Допустим, тысяча мышц. Много. От 640 до 850. Смотря как считать. Смотря как считать, блядь. Пьяным, трезвым, да, типа, на похуй или серьезно, блядь. Просто у меня больше. Нормально. Как в греческой мифологии звали богиню любви и красоты? Афродита, наверное? Наверное. Афродита. Афродита, да. Правильно, да, Афродита. Ну, это я знаю, как бы. Анна, 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 если ты ветеран, то поменьше будет, согласен. Уже Афродита. Ты. Афродита? Правильно. Этот русский поэт был женат на Асидоре Дункан. Толстой. Давай так зайдем. Каких поэтов ты знаешь? Пушкин. Так. Фанове. А вот кто из них был женат на Асидоре Дункан? Есенин. Да, Есенин. Какая я умная, да? Нихуя себе Есенин был женат на человека, которого я слышу в 5 раз в жизни. Все сама? Есенин. Есенин, правильно. Я гуманитарий, я же говорю. Что является мельчайшей частицей вещества, сохраняющей его свойства? Атом, электрон, ион или молекула? Сохраняющий его свойства. Атом, нахуй. Именно сохраняющий свойства. Что значит свойства? Какие свойства, блядь? Молекула. Блядь. Молекула. Правильно. Назовите столицу Португалии. Лиссабон. Хотя может быть не Лиссабон. Португалии. Какие ассоциации с Португалией? Как ты знаешь столицу? Ну, Кришиану Рональду. Есть такой. Буква Л первая. На Л. Ливерпуль. Ливан. Лиссабон? Да. Да ладно? Просто часто бывают какие-то очевидные ответы, как с Канадой, они не являются. Как с Австралией. Кто-то знает столицу Австралии? Я вот, допустим, не могу запомнить. Я миллиард раз, типа, читал, но не могу запомнить. Просто в голове не укладывается. Обалдеть. Да нет, не с вами голове. Какой? Канберра, да. Поддерживает. Я типа не могу запомнить это, просто не могу. Типа миллиард раз я это читал и не могу запомнить. Пение. Газ поддерживает горение? Сложно. Газ. Кислород это газ? Вау. Газ, блин, азот, сероводород. Вот костер горит. Вот мы наш... Что Рома, блядь, чуваки, это, поймите, это сложные вещи для меня. Можно иногда потушить, но я что-нибудь небольшое, одеялом накрыть. Ну да. То есть... Кислород. Да, кислород. Мы лишаем его кислорода. Кислород. Типа, если бы мне стоял чел, рассказывал, я бы лучше ее отвечал. Правильно. Какое государство омывает наибольшее количество морей? Наибольшее количество... Скорее всего, это Россия. Я думаю, это Россия. Но это не Российская Федерация, точно. Точно не Беларусь. И это какое государство? Спасибо. Индия. То есть, по идее, это должно быть какое-то островное государство. Россия. Блин, вот я лухаря. Нет вариантов, сдаюсь. Россия. Черт. Ну это читаемо было. Я должен был догадаться. В этой жаркой битве победил Денис Косяков. Поздравляем. Это вот эта хуйня была читаемая. Мне кажется, что ли он подсказывает специальную... Да ну просто подсказывает, чтобы у него ноль не было. Боже. Все просто. Вот, ну, очевидно.